итак здорово ребятки сегодня на обзоре у нас будет как я и обещал замечательный самолетик замечательный самолетик herpa аэрофлот ту-114 вот соответственно с меня обзорчик с вас лайк можно еще комментарий подписка но это уже не обязательно не обязательно самое главное самое главное лайк поставьте по-братски так сказать потому что по сути я делаю эти обзоры ради вас ради фанатов потому что естественно доходов нету с этого вот короче вот такой самолетик сейчас мы его поподробней рассмотрим да но кто знает а естественно никто не знает даже цена есть представляете но это конечно цена очень старая сет вообще цена может это не цена может это просто какой-то а хотя это евро скорее всего 33 34 евро вот а как вы знаете но скорее всего 99 процентов и даже может 99 . 99 процентов из вас не знает ту-114 а это именно этот самолет он старенький да как бы 50 60 года а он легендарный можно сказать и по ходу этого обзора потихоньку полегоньку мы это все сейчас расскажем я не супер эксперт конечно но тем не менее кстати очень интересная информация опять же хотя этот ролик будет насыщен множеством 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 но будет насыщен интересной информацией так сейчас этот самолет его кстати не так много сделали всего несколько десятков всего несколько десятков там три что ли десятка что такое то есть он не был супер массовым да и вообще производили не особо долго это тоже щас не забуду расскажу но но внимание этот самолет делали угадайте где дайте где попробуйте угадать вот ладно можете не угадывать естественно я скажу делали его как неудивительно самаре самара городок да да не удивляйтесь на уйду вы просто вот представьте на секунду еще вот дальше будет информация по этому самолету да а он как я сказал легендарный дам самолет интересен он вообще по куче параметров интересен просто блин вот я сейчас дальше расскажу не хочу я специально да вы скажете отчеты все что-то откладываешь в растягиваю удовольствие понимаете самолет настолько легендарно интересный что как бы блин он стоит того во всех планах в планах обзора и в планах модельки и в планах того чтобы о нем рассказать и не знаю каких то возможно других планах вот так вот самолет делали в самаре вы просто вдумайтесь да вот кто из самары по любому кто-нибудь есть вы просто вдумаетесь да вот ваш город самара на вот такой тонн самолетик сейчас покажу мы будем рассматривать все такое по сути 50 на 50 это и обзор на самолетик но как бы и просто рассказ про этот самолетик реальный что как я уже сказал самолетик настолько интересный что рассказ тоже стоит того потому что то если взять какой там обычно не знаю боин там 737 но в некотором смысле 737 тоже конечно легендарный да но легендарный в основном в плане массовости в плане долгого срока то есть его очень давно производят этот 737 были всякие модификации все такое вот вот такой самолетик кажется маленький да на самом деле самолетик очень и очень большой опять же чуть погодя поподробнее расскажу на как бы если я уже делал один обзор обзор на этом канале на соответственно другой самолетик но это был давно уже два года на самом деле эти самолетики а сейчас уже особо бы их способа уже их не собираю то что я более-менее все что хотел собрал плюс-минус так а как бы очень много покупать они не такие дешевые чтобы их много покупать поэтому давно уже самолет не покупал что хотел ну плюс-минус там не все прям более-менее плюс-минус что хотел купил и давно это уже было но ты так дал дел да это два года назад делал это тогда начиналось примерно что я помню двадцать первом году и начал этим заниматься и относительно сразу я соответственно сделал обзор на тот соответственно самолетики он был у меня первым который я купил об этом я тоже в ролике говорю можете посмотреть самолетик на руке вот вы есть посмотрите да вот я уже с собой не взял новость посмотрите я его также вот на руке делал нам то если вы посмотрите вы увидите что он еще гораздо меньше действительно так это самолет достаточно большом не прям супер большой понятное дело что сейчас там есть всякие боинге 747 и там и всякие эрбасы супер громадные да но это сейчас есть хотя 747 это тоже супер старый самолет супер старый кстати прикол 747 в том что он чуть ли не в россии сейчас только эксплуатируется по крайней мере больше всего экспонтантов именно в россии второй прикол да в том что я начал собирать все эти самолетики именно после полета именно 747 когда я слетал в сочи двадцать первом году то есть это все было как бы вам сказать то чтобы случайно но короче так получилось что я полетел в сочи на формулу-1 да это был последний этап в россии до санкций а вот и соответственно это я не специально просто так сложилось что я полетел на 747 кстати час туда летает я на нем потом обратно летал в том году куда летал я на нем опять летел но не знаю конкретно тот ли самолет может прям конкретно тот вот тоже обратно на нем летел и соответственно вот поставки на нем пролетел меня эти самолеты особо заинтересовали раньше как не особо интересовался вот и вот с этого момента и понеслось как бы вот это был как раз 21 год соответственно обзор по моему двадцать первым и бога ну вот ну возвращаемся к этому самолету дам ну размер вы уже примерно оценили до масштаб 1 к пяти с к пяти ставшего понимали то есть реально в 500 раз больше но эта цифра конечно практически ни о чем не говорит да ну вот ну реально его длина где-то под 60 метров чтобы вы понимали на 60 метров длину но опять же эта цифра 60 метров тоже мало что говорит ну это сложно передать кто летал на самолетах они конечно разные дымал кто кто не разбирается он и не знает да но обычно небольшой свет боинг 737 хотя они опять же разные бывают по по длине и airbus они тоже по длине разные ну словно обычные вот которые небольшой боинг ну скорее всего на длину будет вот до сюда то есть от начала вот до сюда вот шел по примеру и плюс у этого очень еще высокая высота было это было связано с какой-то конструктивной фигней его сделали очень высоким то есть у него вот эти от стойки супер высокие в этом была еще одна из сложности что когда он куда-то прилетал они всегда в аэропортах были соответственно трапы нужного размера например когда хрущев америку прилетел а он прилетел именно на этом самолете это был может сказать самолет хрущева и это по-моему что не 1 советский российский соответственно самолет который смог преодолевать океан то есть это чисто наш да то есть мучайтам neboing а тогда это ещё было круто преодолевать океан. Ну, именно там, понимаете, там не то, чтобы океан. Океан там, ладно, там 4-5 тысяч километров, да, по-моему. Но он же летит не из Лондона, условно, он летит там из России, например. Там, получается, гораздо дальше, соответственно. Я вообще не помню максимальную его дальность. Но приличная. Приличная дальность. Вот. Кстати, стоит отметить, да, я вот ни одну мысль до конца не договариваю. Настолько самолет интересный, что я начинаю какую-то мысль, сбиваясь на другие. Вот. И вы, скажите, ни одну мысль не договорил. Ну, я говорю, самолет настолько интересный, что оно того стоит, понимаете. Вот. Самолет, конечно, маленький, да, есть такой. Но это 500-й размер. И не такой, что он, опять же, повторюсь, и маленький. Хотя есть самолеты, которые вот современные, еще больше. И да, они еще больше. У меня есть вот самолеты, они вот такая елда где-то. Еще и толстая. То есть это еще тоненький карандашик такой, а там еще и толстый. Вот. Так вот, это, что интересно, он турбовинтовой. То есть, как вы видите, винтовой, да. Фишка в том, что уже даже чуть ли не в это время начали появляться турбореактивные. Реактивные, знаете, да. Реактивные, это когда такая вот круглая турбина. И туда воздух, там лопасти. То есть, условно, когда этот винт, он вот в такой оболочке. На самом деле-то и разница вся. Вот, что он вот в такой штучке. Ну, там, понятно, сложнее, но тем не менее. А это турбовинтовой. И он был, соответственно, его вот несколько рекордов. У него там куча всяких разных рекордов. На момент выпуска, например, этот самолет был самым большим пассажирским самолетом в мире. Просто вдумайтесь. То есть, сейчас понятно, Чайрбас, там, 380, Лиоля-Тополя, 747. Это все понятно. Это сейчас. Ну, и давно уже, но... А вот на момент этого выхода этот был самым большим самолетом в мире. Просто задумайтесь, да. То есть, вот Советский Союз, да, там много чего, конечно, было самого большого, да. И страна была самая большая, и все такое. Но просто задумайтесь, да, что, как бы, этот самолет был на момент выхода самым большим. Вот. И, по-моему, за всю историю он турбовинтовым тоже так и остался самым большим. Просто там уже турбовинтовые уходили в историю. Поэтому никто их особо не стал делать. То есть, они... Ну, одно время-то они были, ясно, красно. Вот. Потом их перестали делать, и, соответственно, он остался самым большим турбовинтовым. Вот. Он правил около 10 лет. То есть, это там что-то примерно начало 60-х примерно, да. Точной даты не помню. Хотя сегодня статью прочитал, но я так не стремился запомнить. И, соответственно, до где-то 775 года. Было выпущено их всего там буквально три десятка примерно, плюс-минус. То есть, немного. Но, как бы, мы же понимаем, что Советский Союз был, соответственно, абсолютно закрытым государством. Да. Теперь-то мы лучше понимаем, почему он был закрытым. Тогда я почему-то думал, что это мы от нас никого никуда не пускали. Ну, в этом, правда, тоже есть, да. Доля правды тоже, да. Никого никуда не пускали. Но сейчас становится понятно, что и нас-то особо никуда не пускали. Понимаете, да? Понимаете, о чем я говорю? Нас тоже особо никого не пускали. Ну, и мы не пускали, вот. Но, короче, был закрыт, и полетов-то не было никуда. Да, он куда-то летал. Это не только Хрущев. Там были какие-то другие рейсы. Иногда что-то куда-то летали. Там даже были чуть ли не... Вот это загадка, конечно, я не знаю, с чем связано. Но там были чуть ли не регулярные рейсы в Лондон, например. Но регулярные, это может раз в месяц, мне сложно сказать. Кто шарит, кстати, за тему, можете в комментариях написать, я прочитаю. Кто шарит за тему, какие регулярные рейсы были. Они были даже, по-моему, в Кубу. Я читал, вот именно с этим самолетом связано, что он в Кубу летал. Там что-то Советский Союз пообещал регулярные рейсы в Кубу. Ну, в Кубу-то еще понятно. Кубы-то типа наши, да? Вот. И Америка все время мешала и закрывала какие-то там... То есть он куда-то там, например... То есть он не мог там сразу с Москвы в Кубу. Он где-то мог там приземляться для заправки. А Америка это старалась запретить. Вот. И они там все искали разные пути. Ну, еще куда-то он там летал. Вот. Говорю, там и в Токио он что-то летал. Можете написать. Ну, понятно, что дипломаты летали. Это-то понятно. Ну, сложно сказать. То только... По логике, да. В основном только дипломаты. Ну, какие-то там... Понятное дело, что могли быть какие-то делегации, да? Там выставки, делегации. Это да. Вот. А так вообще непонятно. Советский Союз был сильно закрыт. Я даже в какой-то момент гуглил эту тему, куда можно было съездить. Ну, там условно можно было в какую-нибудь Венгрию съездить. Ну, а на социалистический лагерь. Но даже туда было сложно попасть. Вот. И там все. Даже если тебя куда-то брали, там все, там полный. Тебя собеседование в КГБ. Там то, сё. Пятое, десятое. То есть, ходишь там, естественно, не как сейчас ты приехал, как хочешь. Ходишь, а там в составе группы, под дулом автомата. Ну, всё такое. Вот. Короче. Летал, в общем, этот самолет в Америку, и Хрущёв на нём летал. И вот то, что я сказал, да, он был очень высоким. Высокий. И, соответственно, трапов не хватало. Высокий. Потому что он не по стандарту был высоким. И когда Хрущёв прилетел, там не могли ему трап найти, как там вы выкрутились с этой штуки. Вот. А Хрущёву было круто, что типа он на своём, на советском самолёте прилетел. Что у нас такой вот крутой самолёт. Ещё очень интересная деталь этого самолёта. Супер. Даже супер интересная. Такое в мире, я даже не знаю, есть ли. Наверное, есть, конечно. Но, блин, у нас в Советском Союзе это, конечно, было, блин, сплошь и рядом. Короче, фишка этого самолёта в том, что он сделан полностью на базе стратегического бомбардировщика Ту-95. А точнее говоря, он там чуть ли не полная копия этого бомбардировщика. Плюс-минус. Вплоть до того, что первые версии именно для Хрущёва, для вот этих, для вот этих вот первый борт, так называемый, делали прям конкретно переделкой Ту-95. То есть не просто какой-то, там новый вот этот, ну, типа, новый, пусть даже какой-то изменённый, но примерно такой же, но новый, да? А именно переделкой делали. То есть вы просто задумайтесь. Это летающий бомбардировщик. И вплоть до того было, что когда он куда-то летел в Америку, например, обычный борт, ну, такой, ну, как обычный, да, получается, особо обычных не было, да, были все какие-то, ну, спецборта, так назовём, да, или какая-то делегация, либо что-то там. Его могли сопровождать Ту-95 вместе, вот эти стратегические, они же летали на дежурство, типа, Америку устрашали, да, и до сих пор происходит, до сих пор. Вы, наверное, сами слышите, да, новости по Первому каналу, наши, их называют ещё медведи, да, или как там, русский медведь, наши Ту-95 полетели, там, пугать НАТО, его там срочно, калроняя, там, британские ВВС подняли все свои истребители, полетели перехватывать, вот, и сразу карлик такой, ух, ухи, блядь, вот, и вот эти Ту-95, кстати, тоже их в Самаре делали, о, что интересно, да, ну, такой вот город, а даже в Самаре, я уверен, это знают, чуть ли не то, что, ну, блин, мне кажется, даже если 1% знает, это не факт, парадокс, парадокс, я уверен в этом, вот, ну, там завод, как бы, располагается, по сути, не в центре города, а где-то там на окраине, то есть, там и не видно, я вот там, когда жил, я ни разу, как бы, не видел, чтобы там самолёт взлетал, именно с этого вот завода, да, ну, из какого угодно, потому что там аэропорт Самарский, он вообще очень далеко от Самары, поэтому там, чтобы самолёт взлетал, вот я там в Самаре жил год, ни разу не видел, чтобы на самой Самаре пролетал, то есть, такого нету, как бы, вот, даже если там что-то взлетает, он взлетает в стране, и ты это не увидишь, не услышишь, и это, скорее всего, очень редко бывает, вот, короче, соответственно, этот самолёт, да, удивительно, но это просто, да, писательный, по сути, летающий бомбардировщик, то есть, я, причём я уверен, да, я такой инфы не видел, но, скорее всего, они, эти самолёты, были готовы к тому, что их там, условно, за три дня, да, переоборудуют бомбардировщики, если что, понимаете, если что, я бы не удивился, что такие планы были, мгновенные, переоборудования, там, правда, всего 30 бортов было, для Советского Союза, для той мощи, что было, конечно, это очень мало, вот, до сих пор, эти Ту-95, но, вот, не эти Ту-114, это гражданский вариант, они-то давно, их где-то в 75-м году, их сразу все сняли, сейчас осталось во всём мире, чуть ли не три их стоит, вот, в музеях там, но, Ту-95, они до сих пор летают, но, это и в Америке так, их, вот, этот легендарный бомбардировщик, Б-52, он же супер старый, он даже ещё, наверное, старее, чем Ту-95, и они до сих пор, являются основным, там, бомбардировщиком, их больше всего, они до сих пор летают, поэтому, это не думать, что, Россия там, сейчас сразу, там, хохлы начнут, о, Россия там, старьё летает, так, у США ещё более старые летают, самолёты, и в большом количестве, и не только в большом количестве, как бы, основной их, бомбардировщики, именно, стратегический, понимаете, бомбардировщики бывают, ну, стратегически, когда, какие-то там, ракеты большие, бомбы большие, есть, потому что, это просто бомбардировщики, например, Су-34, это тоже бомбардировщик, но он такой, не тяжёлый, да, средний такой, или лёгкий бомбардировщик, Су-34, вот, вот, такой интересный самолет соответственно это был самый быстрый турбовинтовой самолет мире но там скорость она примерно одинаково там условно 870 полки в час но там какой-нибудь на втором месте условно я не знаю но слон там 850 просто не все эти самолеты летали с одинаковой скоростью и я смотрел какой-то ролик правда забыл это несколько лет назад был там объяснялось почему сверхзвуковых сейчас самолетов так и нету они одно время были то есть concorde да они были но потом это все ушло почему потому что у меня еще точно не помню но скорее все там такая фишка что во первых затрат по топливу большие то есть тысяч километров в час и просто оптимальная скорость что выше это затраты по топливу и дальше технологии очень сложные потому что чем быстрее летит тем соответственно у тебя идет нагрузка на материалы просто ну колоссально становится разогрев материалов там разогрев это вообще кошмар всего это самолет стояние разогрев сады нагрузки дальше даже тот же хлопок да вот он переходить будет но представляете будут постоянно тут же летает самолетов до хрена и будут постоянно эти хлопки как бы даже далеко слышно это тоже как бы будет задалбливать а вот поэтому кстати даже вот если ну понятно мне там москвой они там дальше на разгонится но по-любому блин но везде плотная застройка особенно на западе да и везде деревни какая над какой деревне будут постоянно то есть хлопки они же очень громкий как взрыв по сути большой но это же нереально как бы вот они же потом еще боролись до чтобы тишина двигателей почему наши самолеты еще даже более новые помните в начале нулевых стали запрещать в европе потому что там вели децибелы там и они не проходили были очень громкие вот вот поэтому самолет вот такой-то интересный да ну давайте уже двадцатая минута шла обзора до ливрея значит аэрофлот но в то время особо других ливреи не особо могло быть вот соответственно мы видим что очень высокая стойка да это еще в то время на самом деле часто были всякие и вертолеты были я помню какой там грузоподъемный был старинный он такой тоже на высоких стойках такой высокий такой тоже такой ноги не знаю искать страус там или этот жираф ёпта такие была мода такая мода такая была конструктивная особенность вот ну вот эти крутится но их желает мне вот этот плохо крутится но их лучше конечно крутить это моделька такая за стендовая да здесь конечно колесики естественно не крутится может и крутится но блин но все такое маленькое что сами понимаете лучше все не крутить все это на сопельках вот такой самолетик дам что удобно в этом масштабе в 500 что он маленький извините меня есть так еще 200 масштаб да но это в два с половиной раза больше то есть поставить он вас плен раз больше то есть вот это в два раза больше а это еще половину где-то вот такого бы он был размеру даже в кадр не помещая вот такого бы он был размера 200 масштабе со сколько места то есть он уже и в ширину он же это квадрат по сути то есть он в ширину то есть он будет пол квартиры занимать один самолет а если ты хочешь коллекцию то соответственно думай сам головой да поэтому 200 масштаб это хорошо но для тех кого не знаю дома какие-то большие все такое для тех кто прям конкретно этим болеет то же для меня самолет все-таки уважаемо но не так уж прям тем более самолетов мире их на самом деле довольно мало разных моделей в центр с автомобилями да то есть основных моделей там особенно которые вот именно сейчас эксплуатируется но их вообще единицы на самом деле единицы ну не единиц там десяток основных там же фирм то airbus airbus до boeing до наши 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 еще уже не так много производят но и остальные кит небольшие там вот есть там какие-то китайские но это уже не сильно по сути только airbus до boeing ну там есть какие-то эмбрайеры но там это немного производится и больших то их нету эмбрайеров эмбрайеры такие бизнес жетов снова вот и советский союз свое время треть всех самолетов в мире делал у нас куда ни плюнь какой крупный город не возьми не только крупные везде по заводу самолет по заводу самолетиков это удивительно но это так то есть в советском союзе не делали ставку на автомобиль на них был похрен хотя они были в целом для армии в основном а вот зато самолетов было просто жопой жуй треть всех самолетов в мире делал советский союз советский союз делал больше самолетов чем американцы тем более европы европы то не было ирбасы по более-менее новая компан как она новее по крайней мере я не помню в каких она годах там первые 70 может хотя бы 60 не знаю вот боинги делали да и все там там были шкид старые фирмы они потом вошли в состав боинга помню там кайт фирма была dc 10 дуглас по мама макдоналд дуглас там он потом то ли в боинг то ли вырбас вашего вот дуглас у него сзади даже что это не даже это чтобы не зацепиться здесь это колесико шасси то есть он когда же разлетает у него сзади длинный хвост что мне зацепиться колесико шасси это кстати частенько на всяких таких вот старых было чекаешь так такого уже нету что они взлетают сейчас по программам и все такое а раньше вот тем мог жопой коснуться представляете взлетает 350 километров в час и жопой касается что там будет вот тряска будет как минимум вот такой самолет кстати ни одной катастрофы такое не было именно по техническому потом была одна какая-то но она из-за того что просто по снегу плохо расчищена трасса взлетал самолет именно на взлете из-за цепиоза он взлетал и вот тут был плохо расчищены он ну грубо говоря сугроб врезался его развернула и все но это как бы не техническая и ну их проб но это связано с тем конечно что их мало было произведено тушь конечно самолет это мало произведено как ил-96 до их мало было произведено и они хвастаются что там не было аварий на пустых мало было произведено одна зелка там тысячи самолетов тех же ту 154 тысячи были вот и другой как бы базар когда их там 10 20 штук всего вот потом сменил кстати вывел 62 самолет тоже мне кстати есть вот ну вот такой самолет всегда что тут конечно тут окошек нету да все это красочкой нарисовано более того я даже спрашивал чувака говорила в двухсотом то масштабе есть чтобы окна были ну как стекла пластмассой да говорит что там к этому такой чувак который разбирается он говорит не 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 помню таких не видел то есть может когда редко когда и бывает а так в основном вот основные фирмы что делать они не делают то есть это просто краска даже в двухсотом масштабе не в этом маленьком в двухсотом где там уже иллюминатор они гораздо больше вот такая фигнюшечка поставить прикольное приятно этим в основном к сборам этих самолетиков занимаются я так понял всякие пилоты пилоты чуваки которые часто на них летали на самолетах бывает вот я с одним встретился а он говорит что так ну я уж не знаю если спрашивать кто но он именно на них летал не смысле пилота так куда там летал и с этого не что-то началось и начал покупать и потом вошел во вкус может ну-ка дипломат был я не знаю и часто летал по ну командировки были ну просто обычный человек даже есть тот ну два раза в год летаешь куда то есть обычно человек редко куда-то летает даже если он более-менее активно отдыхает да ну даже ну пять раз там вот это уже очень много ну туда-сюда имеется ввиду то здесь все на этот но это по идее не особо много то это вроде для обычного человека много а так вообще и немного как бы вот какой-то самолетик ну чё пишите что думаете да лайк за рассказ лайка за модельку два лайка получает ну или лайк за соответственно рассказ и комент за модельку он даже бортовой номер здесь есть конкретный скорее чем совпадает что они любят делать прям конкретно чтобы все совпадало вот ссср до ссср делали соответственно в самаре да да не удивляйтесь самаре вот так вот но я говорю в каждом большом городе какой-то самолетный заводик есть куда не плюнь просто куда не плюнь вот карлики не дадут соврать ну смотрите довольно классный довольно класс ну маленький да но и такой масштаб специально 400 еще есть масштаб он крупней но в нем я так понимаю поменьше моделек то есть тяжелее коллекцию собирать там не все модельки либо если бы сложно найти они подороже стоят поэтому так-то 400 до must have но там не все есть поэтому сложнее место они не намного больше занимает так-то 400 до хороший размером и покрупнее но в то же время не такой большой как вот это 200 200 до бывает что там из то 144 но это уж совсем они колоссальные вот ну все с вас как говорится лайк за обзор и коммент за модельку за рассказ после этого обзорчика вы очень много чего узнали да но можете все забывать так сказать обратно кроме того что в самаре делали на вот это самый быстрый со а блин забыл сказать он еще был самым что-то тяжелым ну да я сказал сам большому еще грузоподъемности его была гигантская то что по сути бомбардировщик что 25 тонн он там несколько раз рекорды стал он брал короче 25 тонн себе соответственно борт и соответственно с ними летал куда-то там несколько тысяч километров но я так понимаю это были тестовые какие-то прогоны то есть он не просто куда-то да по конкретному делу а именно чтобы рекорд поставить но 25 тонн ну для того времени наверное было много то что конечно эти 380 у него там взлетная масса под 600 тонн под 600 тонн и поэтому у этого взлетка под 160 что такое тоже немало но это как вы видите меньше третье но это тогда была таща вот более того и тербас они еще не особо нужны как они как обычно понастроили что-то большого а потом оказывается что кому эти махины нафиг нужны слишком громадные громадные дорогие все такое ну все карлики лайк репост подписка колокольчик